Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Слоеный пирог истории. Подземную часть зданий на улице Выборской изучит археологическая экспедиция. Его имя носит самая высокая башня города. В Выборгском замке отметили 985-летие канонизации святого Олафа. Спортивное лето в разгаре. В оздоровительном лагере «Огонек» четвертая смена проходит под лозунгом «В здоровом теле – здоровый дух». Выдача открепительных удостоверений для голосования на выборах в Государственную Думу России и в Законодательное собрание Ленинградской области с завтрашнего дня начнется в Территориальной избирательной комиссии Выборгского района по адресу город Выборг, улица Крепостная, 35. Получить их праве граждане, которые в день голосования 18 сентября не смогут прибыть на свой избирательный участок. Открепительное удостоверение дает им возможность проголосовать по месту пребывания, причем получать его не обязательно лично. Сделать это могут лица, имеющие нотариально заверенную доверенность от имени избирателя. Если избиратель находится на излечении в лечебно-профилактическом учреждении, либо находится под стражей в качестве обвиняемого и подозреваемого, данная доверенность имеет право заверять администрации данных учреждений. Поэтому они точно также могут выдать доверенность своим близким и для них могут быть получены эти открепительные удостоверения на том избирательном участке, либо в территориальной комиссии, где они по месту их постоянного места жительства. Лица, находящиеся в вышеназванных учреждениях, также смогут проголосовать по месту пребывания. К ним выйдут члены участковых избирательных комиссий. Выдача открепительных удостоверений в территориальном избиркоме будет производиться с 3 августа по 6 сентября включительно. По понедельникам, средам и пятницам с 14 до 18 часов, по вторникам и четвергам с 15 до 19 и в выходные с 10 до 13 часов. Также открепительные удостоверения можно получить на своих участках, где вы приписаны в списках избирателей внесены. Они будут работать и выдавать открепительные удостоверения с 7 по 17 сентября, по будним дням с 16 до 18 и по субботам и воскресеньям также, как и мы, с 10 до 12 часов. И еще полезная информация для избирателей, имеющих временную регистрацию по месту пребывания. Если она оформлена до 17 июня текущего года, то открепительные удостоверения по месту жительства брать не нужно. Достаточно написать заявление в территориальную избирательную комиссию. Тогда гражданина включат в список избирателей Выборгского района. Добавим, досрочного голосования на выборах в Государственную Думу и в областное законодательное собрание не предусмотрено. Докопаться до истины. Участники Выборгской археологической экспедиции приступили к работам. Исследователи полагают, что раскопки на улице Выборгской могут привести к любопытным историческим открытиям. Все подробности в сюжете Людмилы Перминовой. Дома под номерами 8 и 10 на улице Выборгской с недавних пор переданы в пользование историко-архитектурному музею-заповеднику Выборгский замок. Одновременно с этим областной комитет по культуре объявил конкурс на создание проектов реставрации данных объектов культурного наследия. Его выиграла петербургская фирма «Рестарт». Сейчас архитекторы изучают состояние фундаментов и кладки стен, чтобы оценить объемы предстоящих восстановительных работ. Исследование подземной части зданий сопровождается археологическими изысканиями. Их проводит Выборгская археологическая экспедиция Института истории и материальной культуры Российской академии наук. Изучая подвал дома номер 10, специалисты обнаружили, что он почти целиком стоит на скале. «Часть скалы встроена в фундаментную часть дома, в подвальное помещение. Где-то в каких-то местах, как здесь, она была сколота, сделана ступенька, видимо, связанная с вот открывшимся таким дымоходным каналом. Мы еще точно не понимаем, что это такое, но, скорее всего, это здесь в подвале нахладилась печка для обогрева помещения дома, и дымоход с теплым воздухом шел уже наверх в здание». Почти до конца 20 века исследуемые дома были жилыми, и свой первоначальный облик утратили уже давно. «Из-за поднятия культурного слоя уровня земли в городе первые этажи домов, подвальные помещения оказались полностью в земле. Соответственно, жители этих домов их перестраивали, перекладывали окна, менялись расположения дверей, внутренняя планировка и так далее». Специалисты не ожидают, что сделают на территории объектов культурного наследия крупные археологические находки. Гораздо важнее для исследователей оценить состояние зданий, изучить строительные периоды их истории, узнать подлинное предназначение и точные даты постройки. «Условно, это жилой дом, там дом купеческой гильдии. Ранее, особенно вокруг Выборской 8, очень много лет проводились археологические раскопки, но никогда не проводились прямо вплотную к фундаменту в целях сохранения самого здания. И в этом году, поскольку это необходимо для реставрации, мы будем копать непосредственно около здания и сможем найти тот строительный горизонт, соответственно, его продатировать и точно будем знать, я думаю, с точностью 10-15 лет время постройки домиков». Между тем, руководство Выборгского замка уже рассматривает возможную перспективу использования этих зданий. В качестве одного из вариантов предлагается создать интерактивные экспозиции, знакомые посетителей с фондовой коллекцией музея-заповедника, населить их реконструкторами, занимающимися средневековыми ремеслами и алхимией. Однако с домом номер 10 по улице Выборской могут возникнуть сложности. Он находится на режимной территории предприятия Ленэнерго. «Мы совместно с руководством Ленэнерго обсуждаем этот вопрос, как сделать так, чтобы после реставрации он был, с одной стороны, доступен для жителей города и гостей города и, с другой стороны, не нарушать режим работы предприятия. Но, более-менее, хочется сразу отметить, что процесс решения, как это сделать, так, чтобы люди могли сюда, имели доступ в этот домик, он вроде как идет положительно, и мы найдем какое-то решение». На улице Выборгской архитекторы планируют работать около трех недель. Кстати, недавно они завершили раскопки на территории Южного вала Замкового острова. Там ими были обнаружены снайперские окопы и предметы, датируемые 1917 года. Находки вскоре можно будет увидеть на выставках в Выборгском замке. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». День воздушно-десантных войск отмечают сегодня в России. 2 августа 1930 года 12 военнослужащих впервые десантировались с самолета во время учений под Воронежем. С тех пор бойцы ВДВ совершили немало подвигов и в Великой Отечественной войне, и впоследствии во время других боевых действий. Отметила праздник и Выборгская крылатая гвардия. По традиции, те, кто служил в ВДВ, собрались в сквере мужества. Тепло приветствовали друг друга, вспоминали службу и почтили память погибших в горячих точках товарищей, возлагая цветы к мемориалу. Немало жизней выборгских десантников унесли войны в Афганистане и Чечне. Сейчас порядка 10 выборгских ребят несут службу в воздушно-десантных войсках в Туле и Пскове. В военкомате отмечают, что этот род войск популярен среди молодежи. Желающих, конечно, служить очень много, но критерии отбора очень жесткие. В первую очередь смотрим физическую подготовку, моральную, психологическую подготовку. Хочется пожелать молодым ребятам, выборжанам, чтобы они как можно скорее вернулись, а точнее своевременно вернулись домой на родную землю. Желаем им здоровья, чистого неба над головой. Ну и, конечно, их семьям, родным, близким, которые их с нетерпением ждут. Надеемся, что они оправдают высокое оказанное им доверие, когда мы их призвали именно в конкретный род войск, воздушно-десантные войска. В течение всего дня отслужившие в воздушно-десантных войсках приходили в сквер мужества, чтобы встретиться со служивцами и поздравить друг друга. Начинал под Калининградом, 37-я отдельная десанта штурмовая, а потом дослуживал под Москвой, на Рафа-Минске. Ребят, главное здоровье, всем здоровье, семьям здоровье, детям здоровье. Ну и никто, кроме нас, с праздником. Я служил 79-й, 81-й год. Тогда еще была Литовская ССР, город Алитус, ВЧ-10-3-9-ки. Это было достаточно давно. Впечатления, конечно, остались положительные. Мы на всю жизнь гордимся тем, что прошли эту школу десантную. Десантное братство наше, оно было, есть и будет всегда. Хочу поздравить всех десантников, всех, кто был на стропах. И есть еще у нас, кроме десантников, морская пехота, которая также с нами прыгала. Поэтому всем поздравления и здоровья. Коллектив медиагруппы «Наш город» поздравляет всех десантников, бойцов и командиров, ветеранов Крылатой гвардии с Днем ВДВ. Счастья, благополучия и мирного неба над головой. День прославления святого Олафа отметили в Выборге. Эту дату широко празднуют в Норвегии, которую он правил в XI веке. Однако почитают святого не только в этой стране, ведь он ввел христианство во всей Скандинавии. В России во имя святого Олафа были освящены храмы в Великом Новгороде и в Старой Ладоге. Украшает икона святого Олафа и святый Ильинский храм в Выборге. Он же считается небесным покровителем Выборгского замка. По случаю Дня прославления святого Олафа в средневековой крепости прошел большой праздник и рыцарский турнир. Вероника Когут расскажет подробнее. День святого Олафа собрал на территории замкового острова огромное количество гостей из самых разных уголков России. Якутск, Самара, Москва, Тула. В первую очередь туристы стремились взобраться на башню святого Олафа. Высота которой составляет почти 50 метров. 239 ступеней и с высоты птичьего полета Выборг как на ладони. Впрочем, нашлись такие мечтатели, которые хотели бы, чтобы и в средневековой башне появились блага цивилизации. Вид открылся на город, а все равно на лес. Лестницы узкие, хотелось бы сделать вид. Вид прекрасный, все хорошо. Таких, конечно, башен мы нигде не видели. Ну, Кремль только если, московский. В общем, город идеальный, замечательный. Кто же такой святой Олаф, как возник замковый остров и для каких целей на нем были построены бастионы и башни? Об этом гостям рассказывали многочисленные экскурсоводы и сотрудники музея-заповедника. Святой Олаф – это небесный покровитель, так сказать, скандинавских стран, креститель, прежде всего, Норвегии, но частично и Швеции, и немножко даже Дании. Вечный король Норвегии, собственно, небесный символ нашего города. В честь его названа башня, главная башня нашего замка и архитектурные доминанты нашего города. В этот день на острове работало огромное количество интерактивных площадок. Гости играли в средневековые настольные игры, сражались на надувных мечах, мастерили куклы-оберегии и метали стрелы из лука и арбалета. Даже самые маленькие могли почувствовать себя настоящими рыцарями и, вооружившись копьем и щитом, прокатиться на лошади. Правда, пока деревянной. Готовы? Отлично. Вперед! Молодец! На стилизованной средневековой ярмарке мастера и ремесленники наперебой расхваливали свои изделия. Фолк-артель «Красно-солнце» привлекала публику чарующими трелями и звуками варгана. Этому музыкальному инструменту пять тысяч лет. Вот этот он будет низенько звучать. Вот этот повыше будет. А этот он так пооскромней. И они все благостно воздействуют на организм, то есть снимают усталость, головную боль, спазмы сосудов. Тем временем стартовало главное действо праздника. Рыцари позднего средневековья сошлись в пешем турнире и сражались на булавах, пиках, традиционных мячах и щитах. Этот представитель клуба исторической реконструкции ранее выступал в латах 14 века и на себе почувствовал эволюцию военной экипировки. Первый раз я это одел и понимаю, насколько оно легче и эргономичнее, чем более ранние доспехи. Все-таки эволюция доспеха налицо. За счет того, что он больше по объему, его можно сделать из более тонкого металла, сохраняя те же самые защитные свойства. Поэтому хоть он и выглядит более тяжелым, на самом деле он более легкий. Каждая пара рыцарей билась в течение полутора минут. Большие тяжелые доспехи не мешали воинам ловко управляться с оружием. Хотя к концу поединка усталость давала о себе знать. Удары становились все менее яростными. Самые сильные рыцари снискали не только бурные овации публики. Прекрасные дамы даровали им в знак благоволения свои платки. Вероника Когут, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». И в продолжение темы. Выставка «Святой Олаф. Покровитель Выборгского замка» открылась в научной библиотеке Музея-заповедника. В экспозиции книги и иллюстрации о Святом Олафе об истории Средних веков. Отдельный стенд посвящен памяти недавно ушедшей жизни Аделаиды Сванидзе, внесшей весомый вклад в изучение истории Швеции и, в частности, Выборга в ее составе. Напомним, научная библиотека работает только по будням. Первый фестиваль ремесел своими руками собрал в парке Монрепо 14 мастеров из Выборга, Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области. Он прошел на одной из аллей Музея-заповедника. Ремесленники и народные умельцы представили публике уникальные изделия ручной работы. Сувениры из всевозможных материалов, вязанные изделия, гравюры по металлу, бижутерия, открытки, сумочки и кошельки из натуральной кожи. Фестиваль наш направлен на популяризацию вообще промыслов, ремесел, на сохранение и развитие вообще традиционной народной культуры. Также, конечно, хотелось бы восстановить интерес к ручной творческой работе людей, которые занимаются этим дома. Некоторые мастера творили прямо во время фестиваля и, по возможности, проводили мастер-классы. Хозяйка студии овощной флористики Анна Панфилова составляла ароматный и вкусный букет из груш, имбиря, кукурузы и других полезных ингредиентов. Надежда Першина в этом году научила детей и взрослых плести обереги. Анастасия Буко, которая впервые приняла участие в выставке, презентовала горожанам и гостям своих нарядных кукол из фарфора. У меня все творческие сели. У меня мама с Оренбургской области, она сама заканчивала театральный. У нас как эта вся семья немножко. Сетра вяжет, я куколки делаю, ну, сама. То есть я сама учка. Рисовать я сама не умею. Эскизов у меня нет. Вот что пришло на ум, так же у меня куколки получается. У меня свой кабинет, думаю. То есть вот и сижу, и соображаю. Я вот к Армену, вот последний, к выставке к этой готовилась. Пришла сама на Абум, хотела вообще другое сделать. То есть как-то вот все в процессе у меня получается. Организаторы фестиваля «Ремесел» обещают, что мероприятие станет традиционным. И в следующем году соберет еще больше мастеров. Живой синтез спорта и творчества. Четвертую смену в детском оздоровительном лагере «Огонек» вожатой назвали «Спорт лето». И все 100 воспитанников, большинство из которых приехали по так называемым социальным путевкам, стараются не только по максимуму отдохнуть и развлечься, но и стать приверженцами активного образа жизни. А качественное разнообразное питание способствует их гармоничному развитию. О том, как кипит в крови адреналин, наш корреспондент Наталья Березовская. В лагерь «Огонек» наша съемочная группа попала во время полдника и по-хорошему позавидовала мальчишкам и девчонкам за обе щеки, уплетающим хрустящие хлопья с молоком. Затем все желающие отведали чудо-творожок и завершил вторую дневную трапезу экологически чистый отечественный пломбир. Теперь и любая жара ни почем. А в распорядке дня можно заметить, что питание в лагере пятиразовое, и здесь не видно бледных и унылых лиц. Наоборот, глаза сияют, а воспитанники четвертой смены уже готовятся к новым, пусть маленьким, но подвигам над самими собой. Вместо линиевого безделия команда вожатых каждый день предлагает огромный перечень активных подвижных игр. Это для тех, кто всерьез не занимается спортом. А спортсменам в нынешней смене – это боксеры – предоставлены все условия для успешных тренировок. Вот сейчас как раз одна из них. Как полагается, сначала легкая разминка. Ну а потом, конечно, спарринги в полной экипировке. Со спортом не шутят. От отработанного удара зависит спортивная карьера. Представительницы прекрасной половины человечества с интересом наблюдают за тренировкой. А на поле рядом уже вовсю готовятся к веселой общедоступной игре – в отербол. Вожатые везут две большие тачки с воздушными шарами, наполненными водой. А возле волейбольной сетки команды, вооружившись большими банными полотенцами, ждут сигнального свистка. Еще мгновение – и занимательная игра начинается. Задача игроков – перебросить шар через сетку и как можно с большей силой, чтобы, если соперник упустит удар, он порвался. Вот теперь – гол. Вместе с ребятами на поле и все вожатые. Этот самый взрослый и ответственный отряд как раз и занимается досугом воспитанников. Приехали у нас вожатые девушки из колледжа культуры и искусств. Очень профессиональные, творческие личности, занимающиеся хореографией, будущей педагогией. Вот-вот дипломированные специалисты. А вторая категория наших вожатых – это физкультурники, спортсмены, которые, собственно, сейчас занимаются тренировкой, как всегда. А мы в это время развлекаемся вотерболом – английская игра, которая пришла нам из-за границы, основанная на правилах пионербола и волейбола. Да, конечно, у нас каждый день построено то, что у нас в первой половине дня интеллектуальные и спортивные соревнования, а во второй половине дня – это какие-то более модернизированные спортивные соревнования, ну, как, например, вотербол, что не заставляет физической нагрузки. И вечернее мероприятие, которое всегда состоится либо в полдевятого, либо в девять, оно основано на тематике смены. То есть сейчас у нас смена спорт-лето, то есть у нас идет такой живой синтез спорта и творчества. Четвертая смена почти полностью отдана мальчишкам и девчонкам из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Плюс спортсмены. Они приехали под Светогорск почти на границу с Финляндией в этот буквально напоенный свежим воздухом уголок на берегу Волоксы из многих уголков Ленинградской области. И многие собираются сюда вернуться. Ведь взрослые стараются создать для них все условия. А два года назад мы отремонтировали капитальный ремонт был первого корпуса. Сделали комнаты на три, на четыре человека, туалет, душ в корпусе. Сейчас там маленькие детишки у нас живут, самый младший отряд. Сделан капитальный ремонт прачки. У нас здесь можно стирать белье и сушить. И хорошие изделия душевые для сотрудников. Также хорошие построены душевые для детей на восемь мальчиков, на восемь девочек. То есть отряды там попеременно ходят, и дети могут мыться хоть каждый день. Маленькая летняя жизнь летит незаметно. Уже скоро зазвенят первые звонки. Поэтому использовать последний летний месяц хочется по максимуму. И это в огоньке обязательно получится. Наталья Березовская, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Внимание, тревога! В Выборге районе 4 и 5 августа проведут очередную проверку готовности системы экстренного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. В период с 11 до 13 часов включатся сирены, а по громкоговорителям будут передавать речевую информацию. Также планируется задействовать телевизионные и радиотрансляционные сети вещания. При проведении проверки жители и гостей города и района просят сохранять спокойствие. Единый тариф на тепло для жителей Выборга составит с 1 сентября 2261,97 рубля за одну гигакалорию. По нему будут платить все граждане, независимо от того, какая организация их обслуживает. Сейчас тариф управляющей компанией по ЖКХ – 2859,43 рубля, так что экономия составит почти 600 рублей за гигакалорию. Официальный курс валют на 3 августа, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 74,90 рубля, доллар 66,88 рубля. К новостям спорта. Кубок «Фаворит» разыграли сильнейшие выборские лыжники. В соревнованиях по лыжероллерам приняли участие почти 60 спортсменов разного возраста. Среди взрослых участников «Золотов» на своих дистанциях завоевали Андрей Перминов, Анна Ковчик и Виктор Ковалев. Субтитры создавал DimaTorzok Велия Струнском началась встреча волейболистов. Известный в Уборге спортсмен ушел из жизни без малого 30 лет назад, прямо во время соревнований в городе Светогорске. В конце волейбольного турнира один из игроков, а это Михаил Давыдович Струнский, пошел на подачу, ноги подкосились, присел. И он прямо на руках у меня, не приходя в себя в сознание, скончался. Конечно, это была трагедия, потому что этот игрок был, игрок, человек, был любимец всего города. Он представлял не только волейбол, он отличный был баскетболист, плавец, футбол играл, за сборную города в воротах стоял. Играл один из лучших в области в гонбол, участник первой спартакиады народов. Его знала вся спортивная элита Ленинградской области. В память о друге и спортсмене решено было учредить турнир по волейболу среди мужских и женских команд. Он проводится ежегодно, вот уже на протяжении 26 лет. И если в первом участвовало всего 8 команд, то в нынешнем 54. Дружелюбность, это добрые отношения, это все, что связывает вас в память великого спортсмена Михаила Давыдовича Астронского. Спасибо вам, что приезжаете в наш город и поддержите эту хорошую традицию. Ввиду большого числа участников соревнования проходили в течение двух дней. В воскресенье на площадке вышли настоящие мастера своего дела – сильнейшие волейболисты Петербурга и Ленинградской области. Порядка 50 команд играет в Выборге и Выборгском районе на первенство Выборгского района. Это никто в Ленинградской области такого себе и в России позволить не может при нашем количестве людей. Это говорит о том, что популяризация волейбола в Выборге на хорошем уровне. Да, может не хватает какого-то мастерства, высокого мастерства, но тем не менее оно в хорошем направлении идет. Самый опытный участник турнира – 70-летний Геннадий Выборнов выступал за выборгскую команду «Старт». Перед первой встречей со сборной «Кингисеппа» наши ветераны шутили, приветствуя соперников. Геннадий Выборнов играет в волейбол более полувека. К соревнованиям готовится серьезно. Каждое утро делает зарядку, чтобы быть в хорошей физической форме. Сегодня в команде он распасовщик. Даю пас и страхую нападающих. Я считаю, что в команде от каждого очень много зависит. Так что в равной степени от меня и от остальных настолько же серьезно. На поляне практически я стараюсь исполнять ту функцию, которая на меня возложена. За баталиями на волейбольных площадках следили многочисленные болельщики. В их числе была и дочь Михаила Остронского – Надежда. Турнир для меня – это прежде всего память отца, встреча с друзьями, увидеть новые лица, посмотреть, кто чем дышит, пообщаться, набраться положительных эмоций. С самого начала турнира ожидалось, что основную конкуренцию выборским волейболистам составят спортсмены из северной столицы. Прогнозы оправдались. По итогам второго соревновательного дня в возрастной группе 16+, у женщин первое и второе места завоевали петербурженки. Замкнула тройку лидеров команда «Выборг-1». У мужчин победу праздновал выборский Амстердам. На второй и третьей позициях – петербургские волейболисты. В группе ветеранов среди женщин в лидерах – спортсменки из северной столицы. На втором месте команда «Выборг», третья – у петербурженок. У мужчин победу вырвали волейболисты из Первомайского. Вторыми стали гости из Петербурга. На третьей позиции – выборский «Фантом». Людмила Перминова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Команда «Фаворит» заняла вторую ступень педестала почета на открытом первенстве Кронштадта по парусному спорту. В личном зачете золотые медали в своих классах завоевали Никита Виноградов, Олег Савинов и Карина Левахина. Сейчас выборские яхтсмены готовятся к открытому первенству Санкт-Петербурга, которое будет проходить с 6 по 11 августа. На сегодня это все новости. Увидеть выпуск программы еще раз можно на телеканале Матч ТВ в 21.30 и завтра в 8.05, а также на ТНТ в 8 и в 14 часов. Заходите на сайт выборг.тв, вступайте в группу Выборг ТВ в социальных сетях. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго! 3 августа в Выборге без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20, ночью плюс 14-15. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В Петербурге переменная облачность. Днем плюс 19-21, ночью около 15. Ветер западный 1-2 метра в секунду. В Лапейнранте возможен слабый дождь. Днем 18-20, ночью 13-15 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В Хельсинге небольшой дождь. Днем плюс 16-18, ночью 15-16 градусов. Ветер юго-западный 4-5 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова